Мира и добра вам, мои дорогие! Сегодняшнее видео будет продолжением вчерашнего. Я делала такую жесткую зачистку листвы у этих орхидеи. Здесь две орхидеи. Были на замачивании фунгицид магникур от бактериальной гнили. Так как много листьев было снято с туберов, то ли они были подморожены, и потом бактериальная инфекция села, то ли изначально орхидеи были зараженные, так как приехали в двух отдельных пакетах, в одной, правда, посылке, но у обоих одинаковая проблема, одинаковая болезнь, водянистые пятна. Ссылку на первое видео я вам обязательно оставлю. Ну а сегодня я хотела бы выполнить посадку этим орхидеям. Вчера я сделала замачивание на час в системном фунгициде, но, честно говоря, уже руки не поднимались мне выполнять посадки. Настроение было не то. Конечно, было разочарование по поводу этих орхидеев. Сегодня с настроением уже получше. И я думаю, что именно с таким настроем нужно сажать своих любимцев. Не могу сказать, что это мои любимцы. На данный момент это моя проблема. Но я надеюсь, что орхидеи я спасу, и они мне еще как минимум приживутся, ну а как максимум порадуются им цветением. Итак, приступим к посадке. Обещала рассказать и показать, во что буду сажать. Немножечко я не в той локации. Орхидеи, на мой взгляд, действительно заражены бактериальной мокрой гнелью. Поэтому я сильно в общей толпе орхидеи их не буду ставить. Поэтому немножечко буду сегодня вам менять декорации. Итак, я подготовила вот еще вчера два горшочка. На самом деле те, что были, это больше, чем 12 горшок, но корневая система, благо у этих орхидеи просто замечательная. Проблема была именно с верхней зеленой частью. Вот подготовила, промыла керамзит. Все это еще было заготовлено еще вчера, но, повторюсь, не дошло у меня настроение до посадки. Да и времени уже видео затягивало, поэтому решила перенести на сегодня. Вот такая вот кора. Здесь не самое хорошее качество. Очень много есть вот таких вот слайсиков, но для дендров это нормально. Уголь сама заготавливала. Ну вот на три с плюсом, я бы сказала, кора. Какие-то еще непонятные кусочки. Все это мы выбросим. Но к этой коре я обязательно буду именно в эти горшочки добавлять кокосовое волокно, так как все-таки слишком много воздуха и кора будет очень быстро пересыхать. Для этих целей я вот уже заготовила кокосовые чипсы. Повторюсь, буду высадку делать только с кокосовыми чипсами, только в эти горшочки. Здесь у меня вот еще есть один горшочек. Я хочу одну орхидейку поделить. На ней есть несколько маленьких туберов, которые в принципе я могу без вреда для большого растения, для основного растения отсадить. Посадку буду выполнять практически под столом, но не очень мне хочется все-таки этими больными орхидеями махать на основном стеллаже. Итак, беру горшочек. На дно керамзит. На самом деле немного, где-то около полутора сантиметров максимум. Повторюсь, потому что корневая система большая, не хочу ее сильно срезать. Все-таки моя задача по максимуму обеспечить орхидеи плавный переход, быструю адаптацию, несмотря на то, что они болеют. Поэтому я и использовала магникур, который имеет в своем составе не только фунгицид, но и стимулятор роста, который позволит быстро адаптироваться этим орхидейкам. Поэтому корневую систему я слишком травмировать не буду. Именно урезать, подрезать, зачищать. Именно поэтому. Вот посмотрите, какая замечательная корневая система. Это корни живые. Поэтому моя задача просто разместить в горшке. Мы уже видим, что практически полностью корневая система занимает место. Но какая-то в любом случае при посадке будет отмирать, какая-то приживется. Это не есть большая проблема. Мне самое главное, чтобы орхидеи прижились у меня. И большой объем сейчас им не нужен. Когда орхидея пойдет в рост, пойдут новые туберы в рост, то через год я просто перевалкой эту орхидеичку уже буду перемещать в больший горшочек. А на данном этапе мне такой горшок как раз идеально подходит. Вот первая орхидея готова. По большому счету здесь только по стенке горшка удалось и немножко вовнутрь удалось заложить кору. Сейчас я, наверное, еще здесь поставлю и держатель цветоноса, чтобы фиксировать тубер, чтобы это все дело пока корни не схватятся за новую кору, пока не освоят этот горшочек. Лучше, чтобы все-таки была какая-то фиксация. Следующая орхидеичка, вот именно ее я хочу вот парочку туберов здесь снять. Я думаю, что на ее здоровье это не очень скажется. Все будет хорошо. Минимум два, может быть, три вот небольших тубера я хочу забрать. Она очень красивая. Неоновые лепестки и такая более зеленоватая салатовая срединка. очень красивая орхидея. Поэтому и с учетом того, что у нее здесь много маленьких туберов, они расти уже не будут. Это никаким образом не повлияет на здоровье орхидеи, но я смогу ее сразу же размножить. Дендрофаленопсис симпадиальная орхидея, которая размножается резомкой. В принципе, моя задача просто отрезать парочку туберов, но лучше три, пусть маленьких внутри. Вот так. У маленькой зеленки объем корней тоже должен быть, пусть он будет небольшой. Ну, вот секундочку, показываю. Ну, это должно быть маленькое, самостоятельное, уверенное в себе растение. Вот так, я думаю, будет замечательно. Так как я сейчас буду сажать в сухую кору, практически в сухую кору, я могу не дожидаться, пока подсохнет срез резомы. В принципе, его тут по большому счету даже и не видно, где там этот срез был. Так что сегодня у меня будут даже три посадки. Повторяю, все то же самое. Здесь я не буду очень сильно зачищать корневую систему, как и в предыдущем случае. В принципе, она довольно-таки неплохая. Корни плотные, беленькие, не снимается виламен с нити, поэтому я могу по большому счету слишком ее и не травмировать. Чем больше корней останется в посадке, тем быстрее орхидейка адаптируется к ней. Все то же самое. Горшочек такой же. Единственное, что здесь корней поменьше, здесь будет посадка более удобная. Не укладываю на низ кору, потому что по большому счету здесь и некуда ее укладывать. кору комбинирую с кокосовыми чипсами и кору, вот покажу еще раз, это в основном слайсики и небольшое количество угля. Ну и еще одна посадка, самая маленькая деленочка. Здесь я уже сажаю немножко по-другому. Во-первых, горшок здесь у меня без дырочек, поэтому я, и корневая система небольшая, поэтому я могу смело положить на дно небольшую подушку из коры. И в эту посадку я добавлю немного керамзита слоями. Слишком ее влагоемкой делать не нужно, так как горшок не очень к этому располагает. У дендрофаленопсисов тонкие корни, если переуложнить посадку, то орхидея может очень быстро погибнуть. Керамзит в данном случае хорошо тоже выполняет свою задачу и плюс он при недостаточном количестве корней, ну у орхидеечки действительно мало корней, он выполняет еще дополнительный такой функционал у него он немножечко утяжеляет посадку и удерживает своим весом эту крошечку, чтобы она не потерялась, чтобы она не упала и не травмировалась. Поэтому вот такие здесь в данном случае у меня кульбиты. все орхидеечки у меня будут с держателями, чтобы они опять же не кувыркались и не травмировали себя. Вот очередная посадка. Сажать глубоко я не советую, все-таки должны быть верхние корни, ну практически на поверхности. Вот у меня здесь совсем чуть-чуть корой прикрыто. Корней, правда, немного, но секундочку, вот там видно корешули. Вот они совсем буквально на поверхности. Я думаю, к месту будет показать еще и кейк, который в этом году я снимала со своей орхидеечки. Это белый огромных размеров дендрофаленопсис. Замечательно прижился кейк. Вот таким я его снимала и вот такой вот тубер он мне вырастил. Сейчас орхидеечка в состоянии покоя, так как она маленькая, она не процвела. Но вот эта почка, которая как бы сформировалась, но цитонос дальше не пошел. Ну не страшно, у нее все впереди. Ну и вот дендрики, которых посадила только что. Конечно, я буду вас держать в курсе, каково их состояние, как они себя чувствуют. Обязательно покажу, если доживут они до активного роста, но самое главное, это, конечно, сейчас организовать им правильный уход. Так как мокрая бактериальная гниль, она в принципе очень сильно реагирует на влажность. Я дам этим орхидеям, и с учетом того, что я их замачивала на час вчера, фунгициде, я дам этим орхидеечкам дня, наверное, 3. При температуре содержания 20 градусов это будет нормальный период, для того, чтобы они немножко адаптировались, корни подсохли, и после этого я буду выполнять полил исключительно только опрыскиванием верхнего слоя коры. Много воды им сейчас не нужно. Во-первых, они в состоянии стресса, никто из этих орхидей не в активном росте, их просто нужно сейчас, скажем так, поддерживать оптимальную, минимальную влажность, никаких переливов либо замачиваний категорически однозначно этим орхидеям делать нельзя. Яркое освещение я их поставлю на южные окна, уберу оттуда другие орхидеи, другие дендробиумы, и вот там они у меня немножко будут на таком карантине, для того, чтобы они постепенно адаптировались, плюс у нас сейчас солнечные дни, я думаю, что солнечный свет тоже им пойдет в пользу, и вот таким вот образом на карантине с минимальной влажностью они у меня около месяца побудут. Ну и конечно же я эти орхидейки с удовольствием покажу вам еще, как только какие-то изменения начнут происходить, как только я в них буду более-менее уверена, на что хорошо на данном этапе, что за ночь никакой из листов на этих орхидеек не пожелтел. Я буду надеяться, что я успела их спасти, и все меры, которые я предпринимала, они были правильные. Ну а на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание и за то, что досмотрели до конца. Берегите себя. До встречи в следующих видео и до свидания. До встречи. До встречи.